Итак, ну что ж, Ариарума и маленькие любители покушать у микрофона как всегда, ваш покорный слугам Амору, и мы продолжаем проходить такой увлекательный мод как Пиксельмон. За кадром, как я люблю это говорить, всегда это говорю, произошли кое-какие изменения. Но в частности, это коснулись вот этой вот деревни. Я всё-таки её нашёл примерно ту, которая меня устроит, и уже успел её видоизменить, я потратил достаточное количество времени, чтобы здесь навести свои порядки, здесь делать небольшие такие поля, и просто делать так, чтобы она выглядела хотя бы более-менее приземлённой и по-человечески, что ли. Здесь я решил сделать небольшую такую ферму Априкорнов, просто чтобы они росли, и впоследствии я мог иметь возможность их продавать и зарабатывать на этом. И здесь вот такая вот у меня заготовочка под базу, впоследствии здесь будет, конечно же, нормальный дом, или не будет дом, я не знаю пока, но всё возможно, всё возможно, ребята. Ну, а в этой же серии я хотел бы продолжить изучение истории великолепного мода, и начать её нужно с крафта такой замечательной вещи, как ПК, потому что она сейчас необходима, и мы можем наблюдать то, что у меня все шесть покемонов, которые у меня слева на экране заполнены, а это значит, что других покемонов взять или приручить, и взять себе в команду я не могу. А ПК это позволит нам сделать. Для крафта нам потребуется вот такая вот лампочка. Её легко получить, на самом деле, с помощью этого мода, не побывав в воду. Для этого достаточно разграбить либо несколько пакетсендеров, либо убить покемона, с которых падает это Глоустоун и Редстоун. Также потребуются алюминиевые пластиночки, немножечко песка и Редстоун. Всё это, в принципе, в лёгкой доступности есть, кроме, наверное, алюминиевых пластин. Но зато алюминиевые пластины можно сделать на такой замечательной вещи, как наковальнка. Просто, получается, кладём этот слиток алюминия на наковальню, и зажимая левую кнопку мыши, мы получаем вот такой вот прорисованный алюминий. И всё, мы забираем из крафта, получается, наш ПК. К сожалению, я знаю то, что по квестам, которые нам доступны на клавишу N, крафт ПК будет доступен нам позже, но его необходимость в крафте уже возникла сейчас. И в любом случае, я думаю, то, что переезжать я отсюда, когда буду, этот ПК мне всё равно придётся докрафчивать и переносить, потому что просто взять эту структуру и сломать у нас не получится. Что ж, давайте сюда тыкнем правую кнопку мыши и наблюдаем всех покемонов, которых мы когда-либо ловили или я когда-либо ловил. Когда мы с вами в прошлый раз расставались, в предыдущей серии, у меня было поймано ровно вот этих вот два покемона, они были в этом ПК. Сейчас же мы здесь наблюдаем их аж 4 строчки. Все эти покемоны мною были пойманы за кадром в очень простом варианте и очень даже легко. Даже у меня получилось собрать компашку из двух прикольных покемонов плюса и минуса. Так, и сейчас бы хотелось бы определиться с покемонами, которых мне хотелось бы прокачивать в ближайшие серии и, возможно, что-то с ними сделать. Примерно вот такую вот компашку я собираюсь сейчас раскачивать. Первый у меня, естественно, идет Монферный. Следом я буду раскачивать Скармори, потому что это офигенный покемон, на мой взгляд. Дальше я взял Чикариту, и его эволюция тоже очень прикольная, и при должном умении он тоже раскачается у нас и будет офигенным покемоном. К сожалению, сейчас у него атаки так себе, но я думаю, на раскачку дело пойдет. Ну, следующий я взял Электрайка. Он у нас сможет, если что, эволюционировать на 26 уровне, и если у нас получится эволюционировать, то будет хорошо. На крайний случай он у нас будет являться тем покемоном, который будет нам помогать ловить других покемонов, потому что у него есть волшебная способность Thunder Wave, которая способна просто взять и застанить врага, и сделать его типа под эффектом Электрошок. Последний покемон, который я взял и решил раскачать, это Висмур. Если я все правильно помню этот покемон звукового типа, и при должном навыке, его можно раскачать просто до выебового покемона, которому он будет пофиг на тихию противника, и он будет просто всех выносить. Ну и перед началом нашего путешествия, хотелось бы продолжить инициативу нашего интерактива. Под прошлым видеороликом я просил вас угадать, что это за покемон, и данный комментатор справился с этим на отлично. И называть этого покемона будут именно так. Ну и для продолжения традиции интерактива, хотелось бы у вас спросить, что это за покемон. И первый человек, кто правильно назовет его имя, сможет дать ему собственное. Ну а также хотелось бы сказать, что пара серий у меня записаны были наперед, и поэтому Скармони будет называться именно Скармони и на протяжении еще двух серий. Надеюсь на ваше понимание. Ну, и мы начинаем наше путешествие. Что ж, давай сейчас ложимся спать, потом мы сейчас с вами вызываем нашего вот этого всеми любимого птичку, и летим сейчас попробуем к тем местам, которые я обнаружил на карте сегодня. Для начала я нашел вот здесь вот очень прикольную пирамиду, и хотелось бы попробовать ее исследовать. Вообще нужно сейчас побегать мне изначально по полям, по лесам, для того, чтобы начинать качать ванферно, и собрать как можно больше себе одновременно покемонов травяного типа. Алмазы, прикольно. В остальном, я бы сказал, что тут один хлам валяется. Но также, пока я бегал и изучал окрестность, я нашел новый гимн. Я так понял, он полностью у нас песчаный. В любом случае нам нужны, если я правильно понимаю, покемоны желательно травяного типа, чтобы бороться с каменным типом. Если я, конечно же, ничего не путаю, и все у нас должно получиться в этом случае. Сражаюсь я с какой-то Фурфур. Забавное имя достаточно у покемона. И у него 42 уровень. Он у меня смог победить Монферна. Практически у него там осталось 1 хп буквально. И почти победил с Кимару. Как я и говорил, в принципе, это просто имбовейший покемон, и может просто всех разносить. Его просто пробить никто не может, за редким исключением, естественно. И мы сейчас, получается, Фурфура этого побеждаем. Я его не хочу ловить, я его вряд ли сейчас поймаю, тем более. Просто, скорее всего, потрачу просто покебола. Мы получаем 990 хп для того покемона, и мы даже с Кимару получаем до 18 уровня. К сожалению, для нашего Монферна мы уровень тем самым не подняли. Ничего страшного, мы еще успеем это сделать. Решил тут немножко подражаться с Мариемошно 6 уровня, и так как у нас этого покемона нету в загажнике, то было бы неплохо его поймать, решил я. И сразу же его поймал, находясь на желтой отметочке, с помощью обычного покебола. Это очень даже суперски. И замечательно, побеждая последнего покемона Ретикейта, у нас решил эволюционировать наша Чикарита. К сожалению, я не особо шарю в этих покемонах, и кто в кого эволюционирует, но сейчас у нас эволюция получается в Байлиф. Если сейчас я подкрою Покедекс, вот наш Байлиф, и финальная получается стадия у него, это Меганьюм. Попробовав с него, нужно все-таки эволюционировать. Я, к сожалению, тут, наверное, не видно, на каком уровне он эволюционирует, но, скорее всего, как и обычные стартовики, на 30 примерно уровня, 36 примерно. И тем временем я успел уже Покедекс на целых 3% заполнить. Это уже даже неплохо. Вообще, на самом деле, было бы неплохо попробовать половить и водных покемонов. Скажем, того же Гуардоса я бы не против себе заиметь. На сражение с водными покемонами нам пока рано идти, потому что они что-то меня делают, учитывая то, что у меня всего 2 сильных покемона, и они оба слабы против водного типа. Ну ладно. Ничего, и такое тоже встречается. Опа, неожиданно. Здравствуйте. Во-первых, тут я наблюдаю данжик. Здравствуйте. Босс. Неизвестного происхождения. Видимо, зеленый, он не особо страшный. И гим какой-то, да, новый. Хорошо, будем знать. Сначала ты меня, Сенс Трюф, интересуешь, и смогу ли я тебя победить 35-й уровень против моего 30-го? Есть у меня шансы, учитывая то, что мой самый сильный удар наносит вообще нихера, а его просто полтычки мне. Ну да. Ну тут без шансов, на самом деле. Слишком слабые у меня покемоны, чтобы рыпаться на боссов. И пока не особо мне попадаются покемоны, на которых я могу покачаться. Ну, куда деваться. О! Гибл! Это очень суперский покемон, драконьего типа. Я знаю то, что он у нас эволюционирует просто в нечто невообразимое. Если получится его поймать еще при этом, это просто невероятно. И надо будет потратить мне все свои усилия, чтобы его поймать. Ну, Манфир, ну зачем ты так переборщил? Случайно я его убил. Ну ладно. Это, видимо, какой-то разброшенный гимн. Ага. Это не гимн. Это он говорит то, что добро пожаловать на наше здание постройки. Все-таки это гимн. Главное для себя я меточку сделал. Если что, я смогу сюда вернуться. Встретил какого-то странного чувака. Называется он себя шопкипер. Ты здесь охотник за покемоном? У меня есть кое-какие вещи для тебя. А, ну ты типа продавальщик, как я понял, да? А ты покупальщик? Ты еще замечательный покупальщик. Ты же моя умница. Я тебя пока здесь оставляю. Может быть, когда-нибудь тебе вернусь. Правда, у тебя вещи такие бесполезные, потому что они особо мне интересны. Я тут сражаюсь с покемоном тем самым по имени Фырфыр. И учитывая то, что он полностью ваншотнул нашего покемона Ван Ферна и чуть не убил нашего Скаймери, я решил его попробовать поймать. Насколько это сильно получится у меня, я не знаю. Но учитывая его силу и его уровень, я думаю, это очень разумная идея, если мы хотим просто брать и побеждать. А я даже его и поймал. Фырфыр я себе в команду взял. Теперь мы можем идти и разносить. Надо посмотреть вообще, какие у него есть способности движения. Она меня, получается, просто кусала и с укуса так сильно выносила. Ничего себе. Просто это единственная ее атакующая способность. Но в любом случае, я надеюсь сейчас пойти и найти кому-нибудь посильнее. Хо-хо-хо-хо. Что это такое? Здравствуйте. Что вы такое? Объясните мне, пожалуйста. Это босс, не босс? Это что-то невероятное. 45 уровень. В принципе, при большом желании, то его можно победить, если он сейчас не ваншотит меня. Так, Фурфур, выходи, твоя очередь. Нашему Фурфуру, к сожалению, пришел конец. Очередь Скаймери. Давай, 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 я в тебя верю, чел. Просто, чтобы он не добил нашего Монферна, я его меняю на Висмура. И, Висмур, тебе просто нужно продержаться его одну атаку. Висмур проиграл, допустим. Но остальные-то покемоны, надеюсь, получили за этот опыт? Ванферна повысился уровень, это замечательно. Да, он убил всех моих покемонов, кроме двух, которые практически не выходили. Ну, допустим. Кстати, вот и первый покемон водный, которого я нашел здесь. Я постараюсь его, конечно, не убить, и постараюсь его поймать. Все, мы его выбили. И получили с него все заветные наши Икс-пишечки. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Привет, братан. К сожалению, я тебя убить не могу, прости. Но когда-нибудь, когда-нибудь мы с моими покемонами дорастем до того уровня, чтобы убивать таких вот по щелчку буквально пальцев. Но сейчас, увы, ях. Еще один редкий босс. Ну вы серьезно? Может, вы подождете, я раскачаюсь хотя бы, нет? Райден, кемон достаточно сильный. Если его нормально раскачать, можно будет попробовать его себе взять. Он, в принципе, еще сильный, он бьет нормально. Только так. Монферно, просто Монферно, блин, от всех улетает. Я не могу из него. Что это такое? Как это работает? Нашел еще нечто похожее на гимн. Это водный гимн. Но тут он правильно называется гимн бассейна. Типа свимин пулга, это же бассейн. Неожиданно. Максимально неожиданно. Кто-то такой, деть. Тон Джорнер. Я не видел ни разу такого покемона. И, видимо, он из последних поколений какой-то. Но он достаточно забавно выглядит. Но, судя по его лицу, он довольно несчастный. Поэтому давайте пока его оставим здесь. Хотя можно его попробовать поймать, в принципе. Мог я его поймать. Не с первого, конечно, покебола, но тем не менее. И меня тем временем с какой-то скида вызывает на бой. В 19 уровне. В принципе, если постараться, если он не умрет с одного удара, хотел я сказать, можно будет его поймать. Но, видимо, это был травяной тип, которого мы случайно убили. Но он бы еще умудрился поймать какую-то ту дуртию. Покемон-медведь. В принципе, его последняя эволюция выглядит как минимум красиво. Так что лишним он не будет. Учитывая то, что, тем более, нам всех надо поймать их. Я еще поймал какого-то скутера. Это покемон с такими вот щупальцами. Ну, прикольно достаточно. На счет его эволюции я вообще без понятия. Но зато он травяной. Нашел я его в саванне. Нашел еще какого-то покемона. По-моему, мы встречали даже с ним в первой серии. Это коала с чем-то в руках. И тоже его получилось почти что поймать. Думаю, еще пара покеболов ему буквально сдастся. Ну, или ультраболов, без разницы, на самом деле. Да, все, я так и говорил, что первого буквально ультрабола он поймался. План Сдэй. Поймал 10 покемонов нормального типа. Это невероятно классно. Прости, а что ты такое? Что это за роботы на колесиках? Опа, здравствуйте. Это знаете, что иконочка значит? То, что наш Манферно достиг наконец-то 36 уровня. А это значит то, что он сейчас будет эволюционировать. Эта способность, которую я получаю, я ее сразу экипирую, потому что она просто великолепна. И мы сразу его эволюционируем и видим его в эволюцию в третью финальную стадию. Куда ты пошел-то эволюционирующий модик. Ооо, да. Привет, братан. Инфернейп. Супер-пупер-мега-обезьяна, на которой даже мы можем покататься. Ютуб, пожалуйста, не бань. У нас вообще Инфернейп это мальчик, так что все, отстаньте. Все законно. Ну-ка давай испробуем тебя против Дуалдо. Вот. С помощью вот этой вот новой способности, которую мы изучили. Клоус Комбат. Он меня чуть-чуть снес. И мы ему снесли все. Мы его ваншотнули. Это невероятно суперская способность. О, замечательно. Я поймал какой-то кактус, который сразу нам помещен в Покедекс. Ооо, мальчикарп. Привет, мальчикарп. Ты какого у нас уровня? Ты 20 уровня. Это невероятное еще везение. Я надеюсь, что мы тебя можем поймать. Это просто было бы очень шикарно. И мы тебя сносим как раз-таки чуть-чуть. Я больше не рискну ему наносить вообще никак. Если взять только электрособачку нашу и попробовать его сейчас застанить с помощью электрической атаки. Йес, мы поймали мальчикарпа. Сейчас попробовать нужно будет слетать домой и взять с вами мальчикарпа, чтобы попробовать его эволюционировать в Гуардоса. На самом деле это плохо, то что у нашего Байлифа, которого я сейчас пытаюсь эволюционировать, нету никаких вообще абсолютно атакующих атак травяного типа. У него единственная атака есть, этот волчок. Я надеюсь, что с его эволюцией это у него все появится. Ммм, здравствуйте. Как насчет вам подраться? 48 уровень. А мы берем инфрэнепа с вами. Ты используешь Эмбер, то есть ты меня поджигаешь. Ну ты же моя умница против огненного покемона, поджигать это самое то. И я использую Клосс Комбат, тот самый навык, который мы изучили, и мы ему сносим сразу, посмотрите. Он у нас выше на 12 уровней, мы снесли ему больше половины. Просто невероятно классный навык. И последний раз, и добываем его, это просто инфрэнеп из золотца. И что мы с тобой получаем? Ну бесполезная на самом деле вещь, и самая полезная вещь, которую мы получили с этого босса, это уровень. По дороге я поймал покемона Лавитар. Если я все правильно помню, у него очень классная эволюция в финале, он получается таким вот каменно-драконом. Ну он по крайней мере выглядит как дракон, насчет его типа драконевого я не уверен. Но тем не менее, выглядит он классно. Так странно видеть дом после такого длинного расставания. Опа, неожиданно встретил босса здесь. Ишь, повадились они возле моего дома, шкидрится. Пускай что с 48 уровня, зато мы с вами получили вот этот вот XP Share. Это очень полезная вещь, если касаться апа наших покемонов в дальнейшем. Как минимум эта вещь поможет нам, допустим, если этот покемон будет убивать кого-то, то этот покемон тоже будет получать опыта. Здравствуйте. Что это такое, кто может объяснить? Это очень сильно напоминает портал какой-то. Вообще на самом деле похоже на очень сильно на JPEG. Видимо это какой-то реально портал. Но рыпаться в него я не хочу, пока что рано мне кажется так. И я думаю, что меня там с большей вероятностью убьют. Кстати, у нас уже успешно заполнилась одна страничка. Всеми нашими монстрами карманными. А, блин, JPEG пропало. Я только хотел сказать, что в следующей серии мы туда пойдем. Но, видимо, не пойдем мы туда. Ну а в следующей серии, я думаю, что продолжим мы изучать наших покемонов, выполнять различные квесты. Ну и у нас ждут еще более веселые приключения. Еще больше покемонов, еще больше эволюций. Ну а у микрофона был, как всегда, ваша покорная слога Мамору. Еще услышимся.